Меня зовут Михаил Давыдович Брославский, я служитель еврейско-мессианской общины Ахава-Ишуа, Любовь-Ишуа, город Белгород-Днестровск. Я благодарен Всевышнему за возможность сегодня быть на этом месте, делиться своими впечатлениями с вами и реально переживать Божье присутствие. Знаете, для нас, как для верующих людей, нет ничего более важного, чем переживать Его в своей жизни. Ох, аллилуйя! Итак, продолжается наш ретрит. Ох, ой. Это день второй. День второй. Первое служение, оно будет как бы без остановки. Помните, мы говорили, без остановки, нон-стап. Аллилуйя! К нашей команде, наших гостей присоединились сегодня еще два человека. Это служители из одной из быстро развивающих церквей Соединенных Штатов. Называется Gateway. И пастор Джон и Брэндон, кто является, и Брэндон является лидером молодежи, лидером прославления старшей молодежи. И он как бы сопровождает Джона, и Джона будет делиться сегодня вечером поздно. Так что будет очень интересная тематика, будет интересная. Поэтому очень важно послушать это. И что интересное в этой церкви есть, что, наверное, привлекает многие вопросы к этой церкви. Каким образом и почему они успешны настолько вот в развитии и балансированном учении. И первое, что скажет пастор, он является моим пастором тоже, это то, что Израиль на первом месте. Израиль это то, что как бы фокус имеет. Если ты хочешь достичь другие народы, Израиль должен быть первым. То есть если ты, Израиль ключ к народам. И это они переживают, они знают. В этой церкви, послушайте внимательно, в этой церкви, они потом объясняют немножко. При церкви существует мессианское служение, которое никогда не идет в конфликт ни с служением, ни с то, что они делают, ни с достижением еврейского народа. Туда посещают на молитву только. Молитва там начинается за минут 40, кажется, или за час до начала служения. На молитву только где-то 1200 человек стоят на молитве. За Израиль. Тысячу, 1200 человек молитвы, целый час они стоят за Израиль. Люди подходят, берут молитву, и оно идет пока. И потом служение идет там на полтора часа, но и собирается 2000 человек. Поэтому я хочу позвать сюда Брэндона, который является лидером пославления старшей молодежи, и он будет сегодня делиться с ним словом. И, да, нет, нет, Таня, 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 он проповедует, он помогает, да? Давай, давай. Он помогает, потому что очень много переводить все равно придется. Так, микрофон там, сзади еще один микрофон. Дайте. You have it. What's your name? Brandon. Brandon, the name is Dima. Dima. Good to meet you, Dima. Hello, everyone. Здравствуйте, все. How are you today? Как у вас дела? Good. Хорошо, все. Good. I'm a worship pastor at Gateway, as Val said. Я, получается, веду поклонение в Gateway. And so, I typically like to have responses, so feel free to answer when I ask something. Поэтому я привык к тому, что на мои слова реагирует. Так что, если вы что-то хотите сказать, давайте. Или спросить. So, yes, I'm a worship pastor. Да, я веду поклонение, пастор. At Gateway Church in Dallas, Texas. В церкви Gateway, Dallas, Texas. And I am just absolutely honored to be here today. И это просто огромная честь для меня быть с вами сегодня. I have to say, I know that there's a lot of different believers in this place today. А вы знаете, я думаю, что мне следует сказать, что я знаю, что много различных верующих сегодня. And as I was standing there, really watching worship, because I don't speak your language. И я здесь стоял, смотрел, как вы поклоняетесь. И я не говорю на вашем языке. The attitude of worship was just so beautiful. Но это отношение к поклонению было просто прекрасно. It really is so beautiful to see believers of denomination of different areas to come together and really bring the sacrifice of worship to the Lord. Вы знаете, это такое благословение смотреть на то, как верующие различных динаминаций приходят и просто вместе поклоняются Господу и просто славят и воздают Ему эту жертву поклонения. So I have the opportunity to lead worship for young adults. Вы знаете, я ввел поклонение для молодежи. And this is actually quite complicated, because at this age, anywhere between 18 to 35. И знаете, это достаточно, оказывается, непросто, потому что в возрасте от 18 до 35. These young people are in search of where they belong. Эти люди пытаются найти себе место, понять, где же они все-таки в жизни подходят лучше, чему же. What do I do next? What do I do now? Where do I fit in? Что же мне делать? Куда пойти дальше? Куда бы мне пристроиться? And what I love about that age group, really, is it teaches us how to look beyond that age group. How many of here can sometimes relate to where do I belong? Where do I fit in? Вы знаете, но это не только случается с этой возрастной группой. Есть тут, кстати, кто-то, у кого возникают такие вопросы. Где же мое место? Куда же мне пойти? Even myself, as I'm 32 now. Даже я, знаете, вот мне 32. And sometimes I have to ask myself the same question. Where do I fit in to what the Lord is doing, to what the Lord wants me to do? Anybody here the same way? Вы знаете, даже мне приходят такие мысли, куда же мне идти дальше? Что же мне делать? У кого-то тоже такие мысли возникают, да? И вы знаете, вот я бы хотел, чтобы мы взяли именно вот это, воспользовались именно этим подходом, то, что мы сейчас сделали, когда мы поклонялись. And talk about the inter-person dynamic, what happens inside of you when bringing your sacrifice in worship. И знаете, просто взяли эту динамику, которая происходит внутри вас, и просто как бы держали ее где-то в голове, потому что то, о чем мы будем говорить. At Gateway Church, we believe that worship is, at its essence, an expression of sincere, heartfelt love. Да, значит, в церкви Gateway мы верим в то, что поклонение, в сути своей, является выражением честной любви, которую мы чувствуем сердцем. We want every experience to be an expression of that sincere, heartfelt love. Мы хотим, чтобы все, что мы делаем, говорило именно об этой любви, которую мы чувствуем своим сердцем. У меня есть жена, и моему сыну исполняется целых семь недель завтра. Я бы, конечно, показал вам фотографии, как это принято, но у меня на часах, и там, ну, очень, совсем маленький дисплей. Так что ничего не увидим. I'll show you later. Потом вам покажу. But I love them so much. Вы знаете, я их так сильно люблю. Like, I would do anything for them. Я сделаю все для них. I've only known my son seven weeks, and I would do anything for him. Вы знаете, я знаком со своим сыном всего лишь в течение семи недель. Я готов сделать абсолютно все для него. Even before he was born, just the thought of him being there, I would do absolutely anything for that little boy. Вы знаете, даже до того, как он родился, я уже был готов сделать абсолютно все для этого маленького мальчика. So when we worship, we want our expression of worship to be sincere, heartfelt love. Поэтому, когда мы поклоняемся, это именно то, чего мы добиваемся, чтобы наше поклонение просто выражало эту любовь, которую мы чувствуем сердцем. A love that the Father has for us. Ту любовь, которая есть у нашего Отца к нам. Fully surrendered. Мы сдаемся полностью. Fully laid down. Мы просто отпускаем все и преклоняемся. The Father says, I see my son. Отец говорит, я вижу своего сына. And the son needs to say, I see my father. И отцу, и сын должен сказать, ответить отцу, это то, что он ожидает. Я вижу тебя, Отец. Кто-то чувствует, что то, о чем идет речь, к нему относится сегодня. So, in Deuteronomy 6.5 Во Второзаконии 6.5 It says, you shall love the Lord your God with all your heart. It says, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. With all your soul. И всею душею твоею. And with all your might. И всеми силами твоими. I love this because it's sharing the love of the Lord really to us. The Lord I really feel like... Go ahead. Вы знаете, это именно то... Мне нравится это выражение, этот стих, поскольку он настолько четко передает, что Господь чувствует к нам. The Lord is saying, I love you with all my heart. With all my soul. With all my might. Я люблю вас. Всем сердцем моим. Всею душою моей. И всеми силами моими. This expression is simply having us give it back, right? Вы знаете, то, что сказано здесь, это всего лишь вернуть Господу то, что Он дал нам первым. 1 Peter 1.22 says... 1 Peter 1.22 говорит... Having purified your souls by your obedience... Послушанием истине через Духа... To the truth for sincere brotherly love... Очистив души ваши к нелицемерному братолюбию... Love one another earnestly from a pure heart. Постоянно любите друг друга от чистого сердца. Peter uses two different words here. Петр использует два различных слова, которыми он хочет выразить любовь здесь. The first one is Philadelphia. По-гречески первое слово значит Philadelphia. Which means brotherly love. Которое означает братская любовь. And the second is agape, which means godlike sacrificial love. А второе слово, которое используют, по-гречески звучит agape. Это значит самопосвящающая любовь. It's interesting, it's sharing two points in one scripture. Peter says... Having purified your souls in your obedience to the truth... Вы знаете, здесь идет о двух вещах. Очистив души наши к нелицемерному братолюбию... For sincere brotherly love... Sure. Love one another earnestly from a pure heart. Two different words. Два разных слова используются здесь. We share brotherly love because we are brothers and sisters in Christ. Amen? Вы знаете, мы делимся вот этой братской любовью друг с другом... Потому что мы все братья и сестры в Христе. Так ведь? And have likenesses. True. Have likenesses. We have likenesses. У нас много похожего. Yeah. As believers, we're not much different. Ну, вы знаете, мы не сильно отличаемся друг от друга как верующие. And I love this because right here it says we share agape love. И знаете, мне нравится то, что здесь говорится о том, что мы разделяем любовь, которая по-гречески звучит agape. Because we belong to God and therefore can overlook differences. Потому что, вы знаете, мы все принадлежим Господу. Поэтому мы можем не обращать внимания на эти различия. I think about Jesus when he was here on the earth. Вы знаете, я думаю о Иисусе, когда он был здесь на земле. The relationship that he built wasn't separated by hate. Вы знаете, те отношения, которые он строил, никогда не разделяли его с тем человеком, которым он строил отношения, ненавистью. It wasn't separated by pride. Вы знаете, он не отделял себя гордостью. It wasn't separated by anything. Вы знаете, он ничем себя не отделял. Everywhere Jesus went, he cultivated one thing. Вы знаете, все, что он говорил и делал, он взращивал всего одну единственную вещь. That is relationship in love. Это взаимоотношения, построенные на любви. I remember as a young student, Feeling like I couldn't go to certain places just in case I ran into someone and they might think that I was a bad person. Вы знаете, я пытался избегать каких-то мест, куда бы, если бы я пошел, люди бы меня там увидели и подумали, что что-то со мной не в порядке. I was choosing to have a difference in my mind about those people. Вы знаете, я сам выбирал, принимал решение о том, чтобы выделять этих самых людей, которых я боялся. But Jesus never did. Но знаете, Иисус никогда никого не выделял. He never did. He went where relationship that was birthed in love every single time. Вы знаете, он ходил туда, где просто, когда он туда приходил, отношения, они просто расцветали в любви. By nature, all of us are selfish. Вы знаете, это естественно, мы все эгоисты. Sorry, don't hate me. Простите, не ненавидьте меня. But it's true, by nature, we're selfish. Ну, знаете, это естественно, мы все эгоисты. What can I have? What can I get? What can this person do for me, right? Мы все думаем в таком направлении, что же здесь для меня? А что я с этого буду иметь? А что этот человек может сделать лично для меня? So it took a miracle of God to give us this love. Вы знаете, поэтому Господь прибегнул именно к этому чуду. Для того, чтобы дать нам именно эту любовь. Because we obey the truth through the Spirit. Поскольку мы поклоняемся правде через Духа. God purified our souls and poured His love into our hearts. Господь очищает наши души и вливает свою любовь. And I love this. Love for the brethren, for each other. Вы знаете, и мне особенно нравится это место. Это любовь друг к другу, братьям и сестрам. Is evidence that we truly have been born of God. И вы знаете, сказано, что именно это является свидетельством того, что мы были рождены от Господа. Think about it. The main reason we are together today is who? Давайте вместе. Вот смотрите. Единственная причина, почему мы здесь все собрались, это кто? Jesus. Иисус. Jesus. Иисус. But yet for some reason in our lives we create these walls that say certain things. Ну знаете, потом совершенно непонятно почему мы сами строим эти стены, которые говорят о разных вещах. Our leader. Наш лидер. Our king. Наш царь. Our lord. Наш Господь. Тот, который ведет нас за собой. Never did. Он никогда этого не делал. He brought us together. Он просто собирал нас вместе и примерял. So, back to worship. Давайте вернемся к поклонению. We have to understand the love of the Lord at the very beginning. Вы знаете, нам нужно понять Господнюю любовь с самого начала. Or worship doesn't happen. Или мы просто не можем поклоняться. Because love breaks pride. Поскольку любовь разрушает гордость. Amen. So, how many here has an iPhone? English. A few people know 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 English. Apple. Anything Apple. Do you know what an Apple product is? Любое, что было произведено компанией Apple. Какая-нибудь продукция. Some people don't. It's a computer. Да, это или компьютер. iTunes. You all know iTunes? Вы знаете, там есть такое приложение, называется iTunes. Через него музыку заказываешь, песни там. Yes. I love iTunes. Вы знаете, просто балдею от этой штуки. The thing about iTunes is I love to make these playlists. Вы знаете, то, что мне особенно нравится, это составлять вот эти списки песен. We have playlists for working out. Вы знаете, у меня вот есть, например, такой список песен, когда я вот слушаю и работаю, например, под него. For traveling. Когда я путешествую. To relax at home. Когда просто, ну, дома отдыхаю. You got it. Got it. Okay, go. I love playlists. Мне нравится составлять списки песен. This is totally off subject. Вы знаете, ну, это как бы не имеет никакого отношения к теме. But have you ever watched someone in the gym with headphones in? Ну, вы когда-нибудь ходили в спортзал и видели людей, у которых в ушах наушники торчат? And they got huge muscles. И у них такие огромные мышцы. Not like me. Ну, на меня не сильно похожи. На меня тоже. Both of you. Yeah, both of me. Yeah. Ну, оба такие, не самые лучшие примеры. Have you ever wondered what that person was listening to? Вам никогда не приходило в голову, а что же он там такое слушает в этих наушниках? The playlist. Так вот, то, что он слушает, это список песен, которые он вот подготовил до этого. Sometimes I'll stand at the edge of the gym and think, what is that person listening to? И знаете, иногда вот я просто стою, таращусь на этого человека и думаю, что же он там такое слушает? Ну, точно не это. Ну, мне нравится составлять списки песен. Вы знаете, я хотел бы поделиться с вами некоторыми вещами, которые вы можете использовать для составления списка песен для поклонения. В общем, очевидно, что то, с чего мы начинаем, это любовь. But we have to stop. We have to take a quick stop at worth. Ну, вы знаете, но нам нужно сделать небольшую остановку. The war of worth in our own lives can cause us to not realize the true love of God. The war of worth can cause us to not realize the love of God. So, when I was younger, I didn't understand the love of God. Вы знаете, когда я был моложе, я не сильно понимал, что же на самом деле есть Господняя любовь. I grew up in church. Я вырос в церкви. I grew up on platform just like this. Я вырос приблизительно на таком же ковровом покрытии, как здесь. I got to play drums when I was like five years old. А я вот на барабанах играл, когда мне было лет пять. So, I got to be a part of worship my whole life. Вы знаете, поэтому я участвовал в поклонении практически всю свою жизнь. So, as I grew up, I started singing and leading worship. Поэтому, когда я вырос, это было вполне естественно, что я начал петь и вести поклонение. And my pastor would say, Brandon, only 12 minutes. И поэтому мой пастор ко мне такой подходит и говорит, Brandon, только 12 минут. 12 minutes. И я такой, 12 минут. I would get so mad. И вы знаете, он так меня злил. I prepared for hours. Да я бы тут прославлял часами. Everybody needs to hear my voice. Каждый должен услышать мой голос. Everyone needs to. Каждый просто обязан. No, they don't. Нет, не обязаны. I didn't understand my worth in God. Вы знаете, я не понимал свою ценность в Господе. And that turned into me trying to work so hard by my own hands. Это привело к тому, что я просто-напросто пытался сделать все сам. Своими руками. The other thing is I was so consumed by what I did. И, знаете, вторая вещь это была, я был просто настолько поглощен всем тем, что делал я. That became who I was. И это стало тем, что я из себя представляю. The war of worth. Битва и ценность. То, что я из себя представляю. Ценность имеется в виду. I was consumed with fear. Вы знаете, страх просто поглощал меня. Consumed with pride. Гордость меня поглощала. I have a thing that I used to, well, I have a thing that I say, I have a thing that I say. Вы знаете, я порой говорю. Never allow your position to dictate your authority in Christ. Вы знаете, никогда не позволяйте вашему служению, тому месту, где вы находитесь, то, что вы сделаете, диктовать вам, что есть власть Христа. My fear was driving who I was. Вы знаете, мой страх создавал, делал меня на самом деле. My pride was driving who I was. Моя гордость создавала меня. Я рос в этой гордости, и как результат я становился тем, кем я становился. И, знаете, из-за этого я не мог услышать, что говорил Господь, кем я являюсь действительно на самом деле. И, знаете, в итоге я пришел к тому, что я просто сдался. И мне пришлось отложить в сторону, пожертвовать всем тем, чем я думал, что я являюсь этим. И позволить Господу говорить свои истины ко мне. И, знаете, это меня освободило, и я снова начал поклоняться Господу. До этого я просто устраивал представление, показывал шоу. И, знаете, именно с этого момента Господь меня вел дальше, и это то, с чем я хочу с вами поделиться. Вы знаете, этот диалог, общение с Господом через поклонение Ему. Псалом 100, 1-5, says... Псалом 100, стих 5, говорит... It's okay. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. С первого стиха, пожалуйста. Псалом 100, с первого по пятый. Господь царствует, да препещет народы. Serve the Lord with gladness. Псалом 100, не 90. 99, кто больше? Ага, вот. Воскликните Господу, вся земля. Тоже похоже. Perfect. Come into His presence with singing. Служите Господу с весельем. Идите перед лицей Его с восклицанием. Know that the Lord, He is good. Познайте, что Господь есть Бог. It is He who made us. Что Он сотворил нас. We are His. И мы Его. We are His people. Его народ. And the sheep of His pasture. И овцы пасты Его. Let me stop there. This is who we are. Вы знаете, давайте остановимся прямо здесь. Это то, кем мы на самом деле являемся. This is not what we do. Это не то, что мы делаем. This is the separation. Вы видите разницу, да? It does not say, come into His presence singing. Know that the Lord is good. It is He who made us to play guitar. Вы знаете, здесь не сказано то, что идите перед лицей Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас для того, чтобы мы играли на гитаре. We are His to build a building. Мы Его для того, чтобы что-то строить. We are His people to build a kingdom. Мы Его люди для того, чтобы строить царство. As Christians, it is our responsibility. Вы знаете, как верующие, это наша обязанность. But it is not who we are. Но вы знаете, это не то, кем мы являемся. Moving on. Дальше пойдем. Verse 4. Enter His gates with thanksgiving. Входите во врата Его со словословием. Enter His courts with praise. Во дворы Его с хвалою. Give thanks to Him. Bless His name. Славьте Его. Благословляйте имя Его. For the Lord is good. Ибо благ Господь. And His steadfast love endures forever. Милость Его вовек. And His faithfulness to all generations. И истина Его в род и род. Когда мы приходим в поклонение, это то, с чего мы начинаем. Give thanks to the Lord. Мы приходим, воздаем Его хвалу. Благодарим Его. Как здесь сказано, идите во врата Его со словословием. Во дворы Его с хвалою. Is anyone in here thankful for anything? Кто-то вообще здесь есть, кто благодарен за что-то? Аминь. Аминь. Is anyone thankful for relationships? А кто-то благодарен за отношения? Right? Anything. Да, что угодно. We have to find true appreciation for something, right? Вы знаете, нам нужно действительно пережить, понять, для того, чтобы оценить что-либо. Первое послание Коринфянам 15, 56 и 57 стих говорят следующее. The sting of death is sin. А жало же смерти — грех. And the power of sin is the law. А сила греха — закон. But thanks be to God. Благодарение Богу. Who? Который. Who? Кому? Кому? But thanks be to who? God. Я. You got it, right? Благодарение кому? Богу, правильно? Who gives us victory through our Lord Jesus Christ. Через Господа нашего, Иисуса Христа. Amen. Is anyone thankful for a victory in their lives that Jesus did? Кто-то благодарен за ту победу, которая в нашей жизни, которую принес нам Иисус. This is easy. Watch this. I так, внимание на человека. Я благодарен тебе за то, что ты сделал для меня. Видите, вот уже наполовину эгоизм. Watch this. I благодарю тебя, Господь, за то, что ты сделал для меня. Where's my pride? Не вижу. Где же моя гордость? I'm half selfish. Видите, я уже наполовину, уже меньше эгоист. Love is where we start. Вы знаете, мы начали с любви, правильно? Thanks is where we go to begin the worship process. Потом Go ahead. Thanks. Благодаря тому, что куда мы приходим для того, чтобы поклоняться Господу. To be half selfish. И в итоге, то есть начали с любви, поклонялись Господу, и как результат мы эгоисты всего на 50%. We find victory not by our hands. Вы знаете, у нас это получилось, это наша победа, но это не наша заслуга. Not by trying really hard. Это не потому, что мы ну так вот сильно старались. Not by making a mess when we try really hard. Это не потому, что мы что-то даже напортачили, когда мы так сильно пытались. Remembering that the victory of overcoming the enemy, Remembering that the victory of overcoming the enemy, вы знаете, то, что мы помним о том, что победа над врагом and living a victorious life и жизнь в этой победе is actually by the hand of the Lord Jesus. Вы знаете, на самом деле это все сделано рукою Иисуса. Amen. So, reflect on what he's done in your life. Поэтому просто посмотрите, что он сделал в вашей жизни. If we know his love, если мы знаем его любовь and we found his worth и мы нашли то, что он думает о нас, мы поняли, чего мы стоим перед ним, в каждой ситуации мы можем просто повернуться, посмотреть на это и увидеть в этом руку Господа. Exodus 17, 8-16, if you want to pull that up. Исход 17, с 8-го по 16-й стих. Давайте я все прочитаю. И пришли амаликитяне и воевали с израильтянами в Рефидине. Что это за слова? Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей сильных и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Арон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал амалик. Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под него, и он сел на нем, а Арон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. И низложил Иисус амалика, и народ его острием меча. И сказал Господь Моисею, напиши сие для памяти в книгу и внуши Иисусу, что я совершенно изглажу память о маликитян из-под небесной. И устроил Моисей жертвенник Господу, и нарек ему имя Егова Неси. Ибо сказал он, рука на престоле Господа, брань у Господа против Амарика из рода в род. Я люблю, как в конце этого скриптуры, вы знаете, как вот то, что мне, например, здесь нравится, это то, что в конце вот этого места в Писании Господь попросил Моисея сделать что-то, чтобы напоминало о тех событиях, которые случились. Для того, чтобы люди помнили эту победу в битве. and surrender in posture. Вы знаете, Господь не сказал Моисею пойти и просто сдаться вот так вот показать. Моисея сказал, okay, Joshua, you go fight. Значит, Моисей сказал, okay, Иисус Навин, так, давай, ты идешь сражаться. And I'm gonna take Аарон and her and go to the mountain top. There was no other instructions. Can you imagine? Here's Moses. And looking at you could be her. Here's Aaron. What do we do? I remember one thing. I remember one thing. Back in the past, when my back was against the wall, you know, давно, когда-то, когда я стоял спиной к стене, of water, we could even say, right? He was, when they were up against the water, when the Egyptians were chasing them, right? I remembered, I surrendered. Вы помните, когда сзади гнались египтяне. Впереди была вода, Красное море. И знаете, что я сделал? Я просто сдался в этой ситуации Господу. Let's try that. Давайте попробуем это. What happened when Moses surrendered? Что случилось, когда Моисей сдался? There was victory. Пришла победа. They won. Они победили. Moses put himself in a posture of surrender, but he had to remember and give thanks to the Lord what happened. Вы знаете, Моисей сдался, и он это сделал визуально. То есть, он поднял руки и стоял, просто показал всем своим видом, что он сдался, и они победили. Friends, if you can't think of anything in your life right now, that you can be thankful for, just look behind you to all the battles the Lord pulled you through. просто посмотрите на все те битвы, в которых Господь был с вами. So let's remember, I thank you for what you have done for me. You have done for me. Let's go on to number two is praise. We give enter his courts with thanksgiving, we enter his gates with praise. My son is very little. Seven weeks. He's not playing soccer yet. He's not playing soccer yet. Right. I can't be hey, good job. I can't be like, good job. He just lays there. He just lays there. he just lays there. Yeah, you know. I don't know what she said. I don't know. What did you say? I don't know. Don't worry about it. Perfect. But I give him praise for something he does that's awesome, right? You know, I give him praise for something he does, He just lays there. He just lays there. за это хвалю. Это то, что мы делаем. Мы благодарим Господа за то, что Он сделал в нашей жизни. Поэтому мы думаем о том, чтобы благодарить Господа. И когда мы думаем об этом, наш диалог переходит в следующее русло. Я благодарю Тебя за то, что Ты сделал для меня потому, что Ты такой классный Господь. Потому, что Ты велик. Потому, что Ты прекрасен. И вы видите, в этой ситуации мой эгоизм, он просто ушел. Вы видите, я стал еще менее эгоцентричен. Вы знаете, это все начинается с благодарения. Я говорю, я благодарю Тебя за то, что Ты сделал для меня потому, что Ты замечательный. Потому, что Ты благо. Потому, что Ты милостив. Потому, что Ты Бог. Где же мой эгоизм? Видите? Ушел куда-то. Потому, что Ты Бог. Это и есть прославление. Мы признаем, что Бог признаем Бога за то, что Он есть. За то, кем Он является. Не за то, что Он сделал. Мы благодарим Господа за то, что Он сделал. Мы славим Его за то, что Он сделал. Но поклоняемся Ему за то, кем Он является. Мы не можем признать Господа за то, кем Он является если мы не понимаем, кем являемся мы. Никакого эгоизма. Наша гордость, она куда-то ушла. Мы — дети Божьи. Мы входим в Его врата со словословием. В Его дворы с хвалою. Романс 12, 1 и 2 говорят следующее. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую благоугодную Богу. Which this is your spiritual form of worship? Sorry. Sorry. Yeah, from... Yeah, which is your spiritual form of worship? Us. We lay ourselves down. Видите, мы просто умоляем себя. All our pride. Вся наша гордость. All our ambitions. Все наши амбиции. All of who we think we are. Все то, на что мы смотрим и думаем, что именно это является нами. For what God thinks we are. И предлагаем это перед Господом. I want you to catch this. И Он за то, что Он сделал для нас. This is so important. Это очень важно. Я благодарю тебя благодарю тебя за то, что ты сделал для меня. Because you are awesome. Because you are good. Ты благ. Because you are merciful. Ты милостив. Because you are God. Ты Бог. It leads us to Him every time. И это приходит. Мы приходим в такой ситуации к Нему каждый раз. We are loved by the King of Kings and Lord of Lords. Вы знаете, Бог Богов и Царь Царей любит нас. We find our worth in Jesus Christ. Вы знаете, мы находим эту ценность в Иисусе Христе. And in every battle, if we look to Him, и в каждой битве, если мы смотрим на Него, мы благодарим Его. We give Him praise. Мы славим Его. And we submit ourselves as living sacrifices in worship. И мы приносим себя Ему как живую жертву. We will find victory in our Lord Jesus Christ. И знаете, в итоге мы получим эту победу. Мы победим в нашем Господе Иисусе Христе. Аминь.